Всем доброе утро, мои хорошие! Начинаю новый влог. Девочки, сейчас утро, ранее я проснулась, выспалась. Сегодня я поеду к дочке. Сегодня суббота. И, в общем, до воскресенья я останусь у неё. Воскресенье вечером вроде бы как планирую домой вернуться. Вчера у меня была Настя в гостях. Я Настю вчера забрала с садика и вечером уже забрал её сын домой. А позавчера я забрала её с садика и отвезла на тренировку. И что я вам хочу сказать. Вот я на этой неделе уже два раза ездила на автобусе. В переполненном автобусе, где много людей без масок. И хочу вам сказать, огорчает это. Прямо огорчает. Когда вот едешь на транспорте, потому что вынужден на нём ехать. И когда набитый транспорт, люди вот так стоят. Какая там дистанция. Вот просто вот так вот стоят близко. И люди без масок. И это очень сильно огорчает. Вообще меня ещё огорчает, когда люди заходят в лифт. Вот я зашла, допустим, зашла я без маски. Но вокруг никого не было. И кто-то туда забегает. Лифт 80 на 80 вообще там маленький. И вот так вот впритык стоит человек без маски. Я без маски. Мне это тоже как-то огорчает. Всё-таки как-то спокойнее себя чувствуешь, когда вот в маску оденешь. Кто-то тоже в маске. Вроде бы поспокойнее себя чувствуешь. Нервируют люди без масок. Когда сейчас вот вторая вот эта вот волна. И опять похлеще, чем первая была. Многие мои знакомые. Кто-то заболел, кто-то переболел. Ну, в общем, обращаюсь к вам, мои дорогие. Если кому-то просто облом маску одеть, кто-то уже, может, переболел, думает, что не переболеет. Кто-то не верит, допустим. Но всё равно для спокойствия окружающих, мне кажется, можно было бы и одеть её. Особенно там, где вот очень много людей и нет дистанции. Ну, по каким-то обстоятельствам нет дистанции. Вот автобуса долго не было. Потом он подошёл, люди с работы едут, а там полно народу. Ну, что делать? Надо залазить и ехать, не мёрзнуть же на остановке, правильно? И не факт, что следующий автобус подойдёт более свободный. Поэтому вот так. Ну, что, в общем-то, то, что с внучкой мы вчера вечером занимались чем, и мультики там смотрели, в общем, я не стала снимать. Честно говоря, я стала сейчас больше уставать и меньше отдыхать. И у меня иногда даже нету сил в руки брать что-то, камеру и что-то говорить, что-то делать. В общем, как бы вот так вот уже вяло текущее. Передвигаюсь. Пошла-забрала, пришла-привела. И, в общем-то, так вот ребёнок занимается, там играется, то мультики посмотрит, то в куклы поиграет. Сейчас у меня ещё два дня с внуком. Ну, что делать? Помогать надо. Вот кто, если не я, понимаете? Вот такая вот у меня позиция. И если бы был кто-то, кроме меня, то я бы как-то и отдыхала бы с удовольствием. Но раз больше никому, кроме меня, значит я. И, в общем, вот я смотрю, что у меня последнюю неделю видео такие, знаете, вот как бы суховатые, да? Мало шучу. Ну, потому что, честно говоря, для того, чтобы шутить, вот я уже подумала, проанализировала. Когда я шучу, это значит, я уже отдохнувшая, прекрасно себя чувствую, всё хорошо. Если я уставшая, мне что-то не до шуток. Вот шутить как-то нету сил уже, понимаете? Сегодня проснулась, вроде свеженькая такая ещё, и соскучилась с заболталками нашими. Что-то захотелось мне с вами поболтать хоть немножечко, пока утро, пока свежие силы, пока не началось. Вот, ну, почитала комментарии, хочу ответить на некоторые вопросы. Кстати, мне не один раз уже пишут, девочки, откройте рубрику «Готовка» там с мамой Чоли, потому что, ну, кому-то очень нравятся мои рецепты, и уже вот не один рецепт. Ну, девочки, я уже как-то подумывала над этим, но дело в том, что вот просто готовить рецепты сухие, сухие, вот я вижу в интернете, да, есть рецепты вообще без лица, то есть руки там что-то делают, что-то говорят, кто-то даже не говорит, просто пишет там, да, даже голос не подаёт. Ну, такие сухие какие-то видео мне снимать самой неинтересно, честно говоря, таких полно в интернете. А мне интересно с вами поболтать там в процессе, вот поэтому у меня, получается, готовка, она во влогах, то есть, тем более, если вот отдельно вот снимать готовку, как дополнительное видео, мне уже на это не хватит и времени, и сил. Вот, ну, поэтому я, в общем, мне как-то так вот, пока так удобно во влогах снимать готовку, туда всё это включать, то есть я, в принципе, снимаю всю свою жизнь, всё, что я делаю, куда хожу, что делаю, что покупаю, что готовлю, и всё это вот переплетается во влогах, всё это попадает. Ну, конечно, единственное, что потом трудно, может быть, найти этот рецепт, если потом попозже захотите вы что-то приготовить. Ну, я думаю, что этот рецепт можно просто выписать сразу, когда вот смотрите влог, да, посмотрели вы, я приготовила что-то как. Мне кажется, лучше сразу выписать куда-то этот рецептик, чтобы его потом не потерять. Ну, и тем не менее, я всё равно, я подумаю над тем, чтобы, может быть, не отдельный канал открывать, а просто отдельный плейлист, завести отдельный плейлист просто как готовка, да. Ну, опять-таки, вот какой это будет контент, как он будет выглядеть, я не знаю, и пока что я над этим просто думаю. Если вот у меня уже как бы созреет какой-то план, чтобы и мне это было интересно, и вам это было интересно, и чтобы это было не напряжно, то есть не как дополнительные видео, ну, тогда может быть. По крайней мере, я сейчас стараюсь для вас видео выпускать через день. Пока что вроде удаётся, но, опять-таки, у меня сейчас больше забот появилось, помимо того, что я раньше на выходные ездила к Дене, к дочке, а сейчас ещё в будние дни дополнительно у меня Настя нужно с садика забирать, на тренировку отвозить, и, в общем, меньше времени у меня остаётся на отдых, а отдыхать по-любому нужно, потому что уже, как бы, знаете, суставчики, то спина там, знаете, побаливает, если вот я так похожу-похожу, а потом мне нужно отдохнуть. И когда я уставшая, снимать у меня уже просто нету сил, монтировать сидеть тоже нету сил, в общем, короче, надо, чтобы у меня ещё и сил на всё это дело хватало. Это обязательно. Вот, ещё по комментариям кто-то пишет, что не нравится моя прическа, отпустите длинное коре, девочки. Я ношу прическу, в которой мне комфортно. Для меня сейчас комфорт вообще на первом месте, поэтому я, конечно, прошу, чтобы мне покороче подстригли, но вот это вот немножко отрастёт сзади, чтобы вообще ничего не было. Я не люблю носить заколки, я не люблю, когда волосы лезут в глаза. Если они лезут в глаза, это я уже начинаю их закалывать, меня бесят эти все заколки. Вот я сейчас голову наклоняю, я что-то готовлю, да, или что-то делаю. Всё, мне в глаза волосы не лезут, и это уже меня радует. Потом, когда волосы начинают немножко отрастать, они начинают очень быстро завиваться. Хоть я их потом и вытягиваю, там, пытаюсь укладку делать, но они уже начинают завиваться, в разные стороны торчат, и в глаза лезут, и мне мешают. Поэтому мне сейчас уже, знаете, вот эта вот красота, длинные волосы, ну, оно мне как бы и ни к чему. Просто мне главное, чтобы мне было удобно и комфортно. Вот в такой прическе мне удобно и комфортно. Ушки закрыты, остальное всё лишнее убрано, и всё. И всё ништяк, и всё кайфово. В общем, короче говоря, кому не нравится, пусть не смотрят. Кто меня понимает, тем респект, спасибо. Буду ходить так, как мне удобно. Ну, и что у меня сегодня по планам? Я не знаю, что я буду готовить. Дело в том, что дочка там опять сейчас на диете. Но мне, то, что она готовит, как бы мне невкусно. То, что я готовлю, как бы ей там не подходит. Поэтому я подумаю, я вот поэтому и заморозила, например, вот эти вареники ленивые. Может быть, я возьму с собой творожные. Попробую дынечки дать, может, ему понравится. Потом я ещё подумаю, может быть, субсолянку. Будет она есть или не будет. Ну, это ещё я подумаю, может, у неё спрошу. Что ещё я вам хочу сказать? Девочки, конец октября, жара такая. Я вчера в куртке пошла на улицу в садик. И, честно говоря, вот без куртки до этого мне было как-то прохладно в кофте. Куртку одела, в куртке жарко. Я сегодня ночью опять, я сплю до сих пор с открытой форточкой. У меня выключена батарея. Я пробовала вроде бы её немножечко включить. Всё, становится вообще духота. 27 градусов в комнате невозможно. 25 градусов – самая комфортная температура. Вот я сплю с открытой форточкой. Выключена батарея. А у меня в комнате 25 градусов, девочки. Я утром сегодня проснулась от жары, от духоты. И просто аж мокрая даже вся. Я не знаю, что происходит с климатом, но глобальное потепление, наверное, сказывается. Конец октября. И чтобы вот такая была жара у нас, ну прямо можно сказать. Ну не так, чтобы сильно жара. Ну не настолько прохладно, насколько уже должно было бы быть. Ну что делать? Мы с этим делать ничего не можем. Ну я, по крайней мере, ничего с этим делать не могу. Вот. Ну всё, мои хорошие. В общем-то я сейчас потихонечку собираюсь, раскачиваюсь, пью кофе. И скоро отчалю в дочке. А что я там буду делать, я не знаю. Потому что, вы знаете, вот когда что-то происходит интересненькое, там ребёнок или котёнок, или вот мы вчера с Настей так классно завалились на диван, подушки себе подложили, свет приглушили, смотрели такой долгоиграющий мультфильм, полнометражный я включила мультфильм, смотрели всё классно. Ну вот этот момент, вот снимать уже, уже будет не тот момент, во-первых. А во-вторых, уже правда из сил не всегда бывает силы что-то взять и поснимать. Так что очень многие моменты остаются интересны за кадром. Вот. И не думайте, что вот всё, что в кадре, это вот всё в нашей жизни. Нет, это далеко не всё. Вот. Ну вот так вот, мои хорошие. Ну всё, до встречи. Встретимся уже, наверное, у дочки. Доброе утро, девочки. Я у дочки проснулась. Смотрите, какой густой туман. Вообще ничего не видно. Не, ну слава богу, не такое уж прям. Что-то ещё видно. Ну, в общем, вчера был дождь, я под дождём приехала, сегодня туман. Вот такая погода. Но всё равно тепло. Ну что, мои хорошие, я у дочки уже второй день. Погода немножко распогодилась. Вчера ничего не снимала. Ну, хочу вам сказать, я вчера, когда пришла, утречком, о, кошечка моя пришла, пришла, тут порядочек, везде чистенько, полы помыты, покушать она мне приготовила. Так что я, в общем-то, ничего не делаю. Всё, я просто отдыхаю, занимаюсь с Денечкой. Играемся, смотрим мультики. И то сериальчики я смотрю. Вот. Зайчики. Зайчики. А я, как дайчик. Вот он. Вот он. Ну всё. В общем, Денечка играется, кошечка играется, все играемся и ничего не делаем, просто отдыхаем. Так что вот сегодня уже я второй день нахожусь и скоро дочка приедет. Она поехала там свои дела ещё поделать, за волосиками поухаживать, спатом отдохнуть. И всё, вечерком она меня обещала уже отпустить домой. Да, и всё. Мы с Денечкой побудем чуть-чуть. Денечка, зайчик такой. Вот когда он зайчик, когда он... Не шатай мой ручку. Когда он зайчик такой, вот просто нет момента такого возможности взять и снять это. Такой милый мальчик, да? Почелуй, вау. Любовь, морковь у нас. Да. Ну всё, пойдём дальше заниматься своим делом. Отдыхаем мы, да? Отдыхаем. Вот так. Вот это наша Милочка тоже. Где мы, там и Милочка обязательно. Денечка и Милочка. Вот два котёночка вот сюда сразу. Два котёночка. Два котёночка. Милочка и Денечка. Прячься, День, прячься, прячься. Деня в домике, да? Доброй ночи, мои дорогие. Я вечером приехала домой. Наконец-то я дома. Я рада, счастлива от этого. Доча меня привезла, там дождик полоскал. В общем, воскресный вечер провести дома, это так здорово. Много очень интересных передач. Я до сих пор смотрю, и мне что-то спать совсем не хочется. И я за вечер пока смотрела передачи, успела уже сварить компот, сварить свеклу, картошечку на винегрет. Думала сделать винегрет утром. Ну, а так как мне сейчас не спится, я просто так вот лежу зря. Зря время теряю, понимаете? Думаю, ладно, пока еще вот эта передача идет, а за ней, может быть, следующая начнется, и я еще пока спать что-то совсем не хочу. А время уже второй час ночи. Вот. И я уже так чувствую, что я уже скоро проголодаюсь, поэтому я решила девочке сейчас винегретом заняться. А там у меня еще мясо размораживается, еще мясо потушить можно. Будет у меня уже полноценная еда. Когда я усну, не знаю. Люблю музыкальные передачи, девочки. Вот смотрела, ты супер. Люблю, когда поют, танцы на ТНТ. Люблю, когда танцуют красиво, поют красиво, талантливые люди. Удивительные люди тоже смотрела передачу. В общем, короче говоря, много интересного, чего есть посмотреть по телеку. Любимчики у меня там уже появляются. Знаете, за кого-то я там болею, переживаю, чтобы кто-то победил. Но вообще, на самом деле, действительно, вот когда мы смотрим музыкальные обычные передачи, да, ну, там не все талантливые, на самом деле, певцы. Кто-то, конечно, красиво там выступает, красивые наряды. Но вокальные данные, допустим, не у всех есть хорошие. А вот передача «Голос», «Дети, вот ты супер». Там действительно, вот вижу я талантливых действительно людей, у которых хороший голос, слух, хорошо поют. И прям за них переживаю. А танцы, это что же вообще, супер-супер. Я никогда особо танцевать не умела вообще. Поэтому я смотрю с удовольствием и прямо удивляюсь, как люди. Ну, это, конечно, большой труд. Это как спортсмены для того, чтобы достичь каких-то таких уже результатов хороших. Это нужно постоянной тренировки. Много сил вкладывать. Но зато это потом, как смотрится, красиво. Это здорово. Вот видите, пока я с вами болтала. Вообще у меня, я смотрю, этот влог получается болталка в основном. Потому что пока я была у дочки, в общем-то, с Деней, особо снимать нечего. Потому что все одно и то же, как бы нового, ничего не происходит. Мы с Деней дома. Одно и то же, в общем-то, происходит ничего новенького. Да и потом, честно говоря, я так уже подустала, что снимать уже что-то еще, ну, уже и сил нет. Поэтому я к дочке приехала. Тем более, она уже знает, что я еще и с Настей сижу. Поэтому она уже подготовилась. Молодец, умница. Она порядок навела и кушать мне приготовила. В общем, короче говоря, я вообще ничего не делала. Палец об палец не ударила. Вообще. Просто с Денькой занималась. Там, полежим на диване, то посмотрим что-нибудь. Просто пообщаемся, там, подурачимся. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому ничего я там не снимаю. Болталку с вами снимаю. Давно уже с вами не болтала, не общалась. Так, вот видите, пока чуть-чуть поболтали, я уже картошечку почистила, свеклу почистила. Сейчас я буду это все нарезать. Ну, вообще, вот я уже пошла, ручки помыла. Я сильно забалтывать вас не хочу. Я хочу, чтобы на утро еще что-то осталось. И, кстати говоря, вот хочу вам даже вот сейчас ответить на вопрос. Мне кто-то писал. Уже не один раз писали мне в комментариях, девочки. Откройте отдельную рубрику там. Готовить с мамочолей. Ну, я думала об этом, девочки. Наверное, отдельная рубрика, не знаю, будет она у меня или не будет. Просто дело в том, что просто голые рецепты готовить, ну, как бы, молча, может быть, с комментариями. Ну, это скучновато, это мне неинтересно. Конечно, это удобно, может быть, с другой стороны, просто быстренько найти рецепт. Ну, вот только для этого, может быть, я отдельно рецепты какие-то самые любимые мои, какие-то, может быть, я поснимаю. И такой плейлист просто отдельный назову, что готовим, например, с мамочолей, да. Ну, может быть. Но с другой стороны, а потом вот во влогах, например, я вот люблю с вами там поболтать, поготовить в это время, что-то там пошутить. Ну, это уже тогда другое получается. Это же как влог получается. Вот мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Напишите мне, девочки, в комментариях, кому нравится больше, чтобы я готовила во влогах и вот в этом процессе там с вами общалась. А кому, может быть, больше хотелось бы, чтобы рецепты были отдельно и не во влогах. Напишите мне. Вот я просто посмотрю по комментариям и тогда уже определюсь, приму решение окончательно. Все для вас, как вы хотите. Так и сделаю. Ну, все, девочки. Продолжу в том же духе. Буду пока смотреть дальше телевизор. Но уже когда закончу, я вам уже, собственно, что показывают. Ленегрит все знают, как делать. Все делают его, в принципе, одинаково. И потом я уже показывала, как. Ну, в общем, если я еще долго не буду спать, то я тогда еще, может быть, вернусь к вам. Ну, а если вы сну, тогда увидимся с вами утром. Ну, вот, девочки, у меня уже винегрит готов. Компотик уже остыл. И уже потушилось мясо. Я его уже выключила. Три часа ночи. А мне спать совсем не хочется. Спать мне совсем не хочется. Ну, и кушать мне тоже пока что еще не хочется. Вот. Ну, и что? Я буду тогда отдыхать. Слава Богу, наступил уже понедельник. Хоть время еще только такое ночное. Но у меня уже, знаете, видно, как организм привык. В это время я уже просыпаюсь, можно сказать, и пью кофе. Поэтому я сейчас могу уже позволить себе кофе попить. И, в общем-то, раз у меня сна совсем нету, я как-то не парюсь по этому поводу. Сейчас спокойно смотрю телевизор. И я знаю, что мне никуда не нужно в понедельник идти. У меня понедельник день лентяя. Понедельник день отдыха. И, в общем-то, я ничего и не собираюсь делать в понедельник. Поэтому я хочу это видео сейчас закончить. чтобы его как раз-таки в понедельник смонтировать. То есть уже сегодня. И потом просто отдыхать, наслаждаться и готовить какие-нибудь планы на следующее видео. Ну, жду ваших комментариев. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok